Сегодня идет неприкрытая война против союзного государства. Это война торговая, санкционная, информационная. Цель одна – заставить любое непокорное государство поменять свою политику, свою позицию. Но, как показывает опыт других стран, приходит подобные демократии, приводит к войнам, хаосу и крови мирного населения. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский журналист, телеведущий, кандидат политических наук, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Мне подходы разного рода интернет-апостолов понятны. Они рассказывают, что нужно капитулировать, все поменять, и война информационная прекратится, санкции все снимут, и наступит рай на земле. Это большое заблуждение, потому что мы видим по целому ряду стран и в Европе, и за ее пределами, что отказ от собственной идентичности, от своих национальных целей, интересов, к какому-то мощному прорывному счастью не приводит. Так не бывает, потому что если ты экономически успешен, то вы находитесь в конкурентной среде. Вы отбираете хлеб у французских, немецких, испанских, итальянских фермеров, производителей и так далее. Кому это нужно все? Выкачивание ресурсов – это основная задача, которую ставят себе западные товарищи. Но, конечно, они это делают все под флагом демократизации, либеральных ценностей и так далее. Опыт последних многих лет показывает, что везде, куда приходят эти внешние демократизаторы, начинается хаос, война, льется кровь.